Опасность расширения Google Chrome Вирусы, шпионы, малвары и адвары Расширение браузера Google Chrome удобный инструмент для самых разных задач С помощью них можно удобно прослушать музыку из социальной сети ВКонтакте, например Скачать видео с сайта, сохранить заметку Проверить страницу на вирусы и многое другое Однако, как и любая другая программа Расширение Chrome не представляет собой код Или программу, выполняющуюся в браузере Не всегда полезны Они вполне могут перехватывать ваши пароли и личные данные Показывать нежелательную рекламу И видоизменять страницы сайтов Которые вы просматриваете и только И не только, так сказать, это В этом видео мы рассмотрим Тему, как раз о том Какую именно угрозу могут представлять собой Расширения для Google Chrome А также о том, как можно минимизировать Свой риск при их использовании Маленькое примечание Расширение Mozilla Firefox и надстройки Internet Explorer Тоже могут представлять опасность И все, описанное ниже и показанное Применимо к ним в той же степени Итак, приступим Разрешение, которое вы предоставляете Расширением Google Chrome При установке расширения Google Chrome Браузер предупреждает о том Какие разрешения требуются для его работы Прежде чем его установить Например, для расширения от блок для Chrome Требуется доступ к вашим данным на всех веб-сайтах Это разрешение позволяет вносить изменения Во все просматриваемые вами страницы И в данном случае убирать с них нежелательную рекламу Однако, другие расширения могут использовать Эту же возможность для того, чтобы внедрять свой код На просматриваемые в интернете сайты Или не террировать появление всплывающей рекламы При этом нужно отметить Что указанный доступ к данным на сайтах Нужен большинству дополнений Chrome Без него многие попросту не смогут работать И как уже было сказано Оно может быть использовано Как для обеспечения функционирования Так и во вредоносных целях Абсолютно верного способа избежать опасности Связанных с разрешениями нет Можно лишь посоветовать устанавливать расширения Из официального магазина Google Chrome Обращать внимание на количество установивших его до вас И их отзывы Но это не всегда надежно, конечно При этом отдавать предпочтение дополнениям От официальных разработчиков Хотя последний пункт может быть и сложен Для начинающего пользователя Например, узнать, какое из расширений от блог официальное Не так-то просто Обращайте внимание на поле «Автор» И информацию в нем Есть отблок «Плюс», отблок «Про», отблок «Супер» и другие Причем на главной странице магазина Может рекламироваться и неофициальные разработки Еще один вопрос Где скачать нужные расширения Chrome Загружать расширения лучше всего в официальном интернет-магазине Chrome По адресу, опубликованному внизу кадра Даже в этом случае риск сохраняется Хотя при размещении в магазине они проходят проверку Вот если вы не последуете совету И будете искать сторонние сайты Где можно скачать расширения Chrome для закладок Отблок, ВК и другие После чего загружать их со сторонних ресурсов Очень большой вероятностью Вы получите что-то нежелательное Способное воровать пароли И показывать рекламу Возможно наносить и более серьезный вред Это очень и очень, так сказать, серьезная штука Не надо скачивать с непонятных сайтов Клацать по этим ссылкам Типа скачать бесплатно Там это то-то, то-то, то-то Только нажимаешь и тут же Или антивирус начинает вырещать Что ерунду какую-то скачиваете Или вас сразу перенаправляют на другой сайт С кучей-кучей всякой рекламы Потом еще раз вас перенаправляют на какой-то Опять там типа скачать Но опять нажимаем Опять куда-то переправляют Какой-то торрент Потом вам предлагают скачать какой-нибудь усилительный Увеличитель силы нашей, так сказать, системы Windows Типа проверка на вирусы Да еще типа там еще чего-то Всякой ерунды Вот это вот именно лазить непонятно где И пытаться скачать какое-либо расширение для своего браузера Лучше всего скачивать в официальном интернет-магазине И Chrome, и Firefox, и другие браузеры Только на официальных сайтах Никаких там вот левых вот этих ссылок не использовать Как только вы уйдете куда-то налево Мгновенно вас нахватаетесь всякой ерунды Всяких вирусов, всяких адвара и так далее У вас после этого получается черт-те знаешь что Запускается куча всяких программ Всяких окон выскакивает в браузере Всяких обновителей драйверов и улучшителей систем Так что вот лучше не надо Только в официальных интернет-магазинах Итак рассмотрим следующий вопрос Программы устанавливающие собственные расширения браузера Многие программы при установке на компьютер Также устанавливают и расширения для браузеров Включая популярные Google Chrome Это делают практически все антивирусы Программы для загрузки видео из интернета и многое Однако аналогичным образом могут распространяться и нежелательные дополнения Это перед, адвары, кондуит, вебальты и другие Как правило после установки расширения какой-либо программы Браузер Chrome сообщает об этом И вы сами решаете включить его или нет Если не знаете что именно он предлагает или предполагает Включить или не включить Не включайте Не надо Еще раз напоминаю Если у вас какое-то расширение появилось И вы не знаете Вы его устанавливаете Или кто его устанавливает И откуда оно появилось И что оно делает Если вы не знаете Просто не включайте А можно даже просто его удалить Итак рассмотрим следующий вопрос Безопасные расширения могут стать опасными Многие из расширений делаются отдельными людьми А не большими командами разработчиков Это связано с тем, что их создания относительно несложные И кроме этого очень легко можно использовать чужие наработки Не начиная все с нуля В итоге Кое-какие расширения для ВКонтакте, закладок или чего-то еще Сделанное студентом-программистом может стать очень популярным Следствием этого могут быть следующие вещи Программист сам решит использовать какие-то нежелательные для вас Но прибыльные для себя функции в своем расширении При этом обновление произойдет автоматически И вы не получите никаких уведомлений о нем Так что обращаю внимание Все вот эти расширения, стоящие в нашем браузере Они обновляются И можно получить из хорошего, плохое расширение Так что обращаю ваше внимание Следующее Есть компании, которые специально связываются с авторами таких расширений Ставших популярными дополнениями к браузеру И выкупают их для того, чтобы внедрить туда свою рекламу И что угодно еще Как видите, установка безопасного дополнения в браузере Не гарантирует, что оно останется таким же в дальнейшем Так что обращаю ваше внимание И рассмотрим последний наш вопрос Как снизить потенциальные риски Полностью избежать рисков, связанных с расширениями, не получится Но я бы дал следующие рекомендации, которые могли бы снизить их Первое Зайдите в список расширений Chrome И удалите те из них, которые не используете Подчас можно встретить список из 20-30 При этом пользователь даже не знает, что это и зачем они нужны Для этого нажмите по кнопке настроек в браузере Следующие инструменты, следующее расширение Большое их количество не только увеличивает риск вредоносной активности Но и ведет к тому, что браузер тормозит Или неадекватно работает Так что не захламляйте расширениями свой браузер Второе Старайтесь ограничиться только теми дополнениями Разработчиками которых являются большие официальные компании Используйте официальный магазин Chrome Третье Если второй пункт в части больших компаний неприменим То внимательно читайте отзывы При этом, если вы видите 20 восторженных отзывов А только два сообщения, сообщающих, что в расширении содержится вирус или малвара Значит, скорее всего, он там действительно есть Просто далеко не все пользователи могут это увидеть и заметить Ну, в принципе, в данном видео, кажется, я все рассказал по этому вопросу Если информация была полезной, не поленитесь поделиться ею с друзьями Может быть, она пригодится и кому-то еще А пока что большое спасибо и большой вам удачи Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!